МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» с главными событиями дня. Вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Пыречкина. Смотрите сегодня. Лица победы. Сегодня глава республики встретился с ветеранами войны и тружениками тыла. Вахта памяти. Школьники Чебоксарской школы номер 29 вернулись из Тверской области. Изобретение, изменившее мир. Сегодня в Чебоксарах чествовали работников радио. Отдать дань поколению победителей. Сегодня Михаил Игнатьев встретился с ветеранами войны и тружениками тыла. Побеседовать с главой республики удалось тем, кто сейчас отдыхает в выздоровительном центре Вега. Подробности в следующем материале. Песни военных лет они слушаются слезами на глазах. На этой встрече ветераны вспоминали о тяжелых сороковых. Насколько было важно тогда сплотиться в борьбе с фашистами, описанной в песне «Священная война», которую называют не иначе, как гимном защиты Отечества. Его поколение победителей исполнило стоя. Многие из них ковали победу в тылу. Кто-то помогал колхозам и заводам, кто-то трудился на заготовке леса. Клавдия Маюкова в годы войны работала медсестрой в больнице. Сегодня пятерым ветеранам вручили свидетельство на приобретение жилья. В рамках федеральной программы такие сертификаты получили более 5,5 тысяч человек. На улучшение жилищных условий претендует еще 200 ветеранов на эти цели из бюджета. Планируют выделить свыше 150 миллионов рублей. Теперь матери очень тяжело живется, но нет никаких удобств, газа нету, без воды получается. Зимнее время совершенно очень трудно. Мы забираем, конечно, ее, но летнее время хочет в деревню. А в деревне, как видите, никаких условий нет. Вот теперь вовремя нам дали этот сертификат. Стараемся в районе уже купить квартиру со всеми удобствами. Все социальные обязательства перед ветеранами республика будет выполнять и дальше. Это лишь скромная дань благодарности тем, кто воевал за будущее страны, отметил глава региона. День победы в Чувашии отмечают с размахом каждый год. Накануне 9 мая в районах и городах благоустраивают мемориальные комплексы. Много времени прошло. В прошлом году мы отпраздновали 70-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этом году отмечаем 71-ю годовщину Дня Победы на традициях, которые воспитывались. И новое молодое поколение тоже в этом духе воспитывается. И объединение людей идет. И наших ветеранов, вся эта духовная сила, все эти ценности передаются школьникам, студентам, детишкам в детском саду. И все те праздники проходят сейчас на достойном, таком высоком уровне. Все страны мира смотрят, как русский, российский народ объединяется. Те традиции, которые сложились на фронте, в труде, ведь без пила фронт не победил бы. Это мы все понимаем. Сегодня, вот я сейчас смотрю, ну, это так, как мы на 9 мая всегда делали социально. Что в основном женщины присутствуют. Низкий вам поклон матери. После встречи на территории социально-оздоровительного центра глава республики и ветераны разбили небольшую аллею. Теперь этот двор будут украшать молодые сосны. Многие пообещали приехать сюда в следующем году, чтобы проверить, как прижились деревья. Дмитрий Ковалев и Расиль Мухаммедов. Республика. Наши школьники постоянно участвуют во Всероссийском поисковом движении вахта памяти. В этом году отряд гвардеец, состоящий из учеников 29-й столичной школы, отправился на места, где шли ожесточенные бои в Тверскую область. Что удалось найти ребятам, узнали наши корреспонденты. В 41-43-х годах в Бельском районе Тверской области солдаты советской армии защищали рубежи столицы Родины и Москвы. Из 11 тысяч в живых осталось тысячи бойцов. Работали по пояс в грязи, в болоте сели и жижи. То есть, можно представить, что они сами поняли, что на самом деле, как наши бойцы в течение нескольких месяцев держали оборону. Когда их и обстрелили кругом, и когда немецкие самолеты их, скажем так, бомбили серьезно. Гвардейцы впервые отправились на раскопки. И многое для ребят было в диковинку. Жить в палатках, готовить на костре, а большую часть времени проводить в поле с лопатой. Утром мы уходили на раскопки, работали щупами и лопатами. Если мы щупом натыкались на какой-нибудь предмет, мы начинали рыть щуп. И знаете, как захватывает дух, когда мы серьезно находили что-то ценное. Просто мы искали до последнего кусочка металла. Как признаются ребята, именно на раскопках познаешь масштабы подвига советских солдат. И хочется, чтобы их фамилии знала страна. Это непосредственно уважение к тем людям, которые проливали за нас кровь, за светлое будущее нашей родины, страны. И я считаю, что их жертва не должна быть напрасной. И, как говорит наш командир, каждый боец ждет своего поисковика. Ребята провели в поле всего две недели. За это время удалось найти немало военных артефактов. Каски советских солдат, немецкие гильзы и части вооруженной техники. В следующем году 11 бойцов отряда решили вновь участвовать в акте памяти. Екатерина Куприна, Татьяна Раевская, Андрей Шоков, Республика. Память о войне объединилась сегодня полторы тысячи чебоксарских школьников. Они пришли к вечному огню в Мемориальный парк Победа. С каждым годом живых свидетелей тех дней остается все меньше. И последующее поколение россиян уже не смогут услышать историю о войне из первых уст. Сохранить в памяти имена героев, их подвиги на фронте и в тылу – задача, которая легла на плечи нынешним школьникам. И мы, конечно же, должны помнить каждого нашего ветерана, кто участвовал, кто погиб в Великой Отечественной войне, отдать дань памяти. И, конечно же, мы должны приглашать наших ветеранов в наши школы, если они могут посещать их дома. И никто правдивее и честнее, чем наши ветераны, не расскажет о Великой Отечественной войне. Все послевоенные годы на территориях, где шла война, велись поисковые работы. Таким образом были восстановлены имена сотен тысяч погибших без вести. В их числе наш земляк Борис Тихонов. Он воевал в 42-м году под Ржевом, и сегодня его родные получили подтверждение того, что он не пропал без вести, а погиб, защищая Родину. Бабушка получила извещение, что он без вести пропал. Но она долго ждала, но не верила. Ждала, но не дождалась. В 82-м году и сама умерла. Я рада, что он теперь не считается без вести пропавшим. Всем буду рассказывать, показывать буду. Но мы гордимся. Подвиги героев Великой Отечественной войны вспоминает и сейчас, 70 лет спустя. Если бы не День Победы, то, возможно, Россия не была бы уже с собой и нас бы здесь не было. Я чту этот праздник. Мы начали возлагать цветы и пошел дождь. Как раз под песню про журавлей. Я считаю, это непростая память. Это память о тех, кто не вернулся в свои семьи. Тех, кто умер, отдавая свою жизнь за то, чтобы мы родились и жили на этой земле. В преддверии Дня Победы в школах республики чествуют ветеранов и тружеников тыла. Памятная встреча состоялась и в 36-й Чебоксарской школе. Эти люди не воевали на фронте. Они своим трудом в тылу приближали День Победы. 9 мая стал для ветеранов тыла великим праздником. День, когда кончилась война, сохранился в их памяти навечно. На встрече в школе ученики кадетских классов показали концерт. Когда в 8 классе я училась, все пришли, 5 километров прошагали, пришли в школу. У нас туда, в общем, радио такого не было, ничего не было. Директор, все собрались, на улице выскочили. Директор Николай Григорьевич выскочил и говорит, «Ребята, война кончилась!» Как? Закричала. А мы от радости не можем никуда. И вас вообще обнимаем только, прыгаем, пляшем, не знаю, что. Что делаем, сами не знаем от радости. Своё вспоминаешь, их не. Как сейчас, посмотришь, душа радуется. Хочется жить ещё подольше, честное слово. Они сейчас такие успехи делают. Презентация книги памяти военнослужащих, погибших на военной службе в мирное время, состоялась в Национальной библиотеке Чувашской Республики. Авторы рассказали, как создавалась книга, кто стал добровольными помощниками в сборе сведений. Работа по изданию книги памяти началась в 2013 году. Уникальность её в том, что впервые в неё включены сведения о военнослужащих, погибших при исполнении своих обязанностей в мирное время. Война в Афганистане, боевые действия на Северном Кавказе и в Таджикистане, ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Российские военнослужащие честно выполняли свой долг, многие ценой своей жизни. Но человек жив до тех пор, пока жива память о нём. Цель книги памяти увековечить имена военнослужащих, вооружённых сил Советского Союза и Российской Федерации, погибших, умерших от ран, контузий, травм, заболеваний, а также пропавших без вести в локальных войнах и вооружённых конфликтах, как на территории Российской Федерации, так и за её пределами. Это труд, такой драгоценный труд, в который вложили душу, сердце сотрудники Министерства информации и печати, Министерства культуры, та рабочая группа, в которую входит представители не только Министерств и ведомств, но и представители общественных организаций, в том числе и военно-консердия Чувашьей Республики. Теперь эта страница истории навечно запечатлена в книге памяти. Книга вышла в канун 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В ней отдельным списком в приложении расположены фамилии погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, не внесённая в ранее изданная тома Чувашской республиканской книги «Память». Родион Архипов, Расиль Мухаммедов, Республика. Сотрудники полиции просят жителей республики помочь в поиске мужчины, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Мужчина на фото подозревается в совершении особо тяжкого преступления насильственного характера на территории Новоюжного района столицы республики. Его приметы – рост 170-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное с выраженными скулами, щеки впалые, волосы коротко сриженные, заметно лобные залысины. Подозреваемый был замечен в районе рынка и универмага «Шупашкар» возле магазина «Пятёрочка» на перекрёстке Эгерского бульвара и улицы Шумилова. Если вы располагаете какой-либо информацией о его местонахождении, обратитесь в полицию, вознаграждение гарантируется. К другим новостям. 7 мая – профессиональный праздник всех работников связи. Ещё в далёком 1895 году Александр Попов продемонстрировал сеанс радиосвязи. Тогда весь мир пережил информационный взрыв, как сейчас развиваются информационные технологии в республике, обсуждали участники «Круглого стола». Радио, телевидение, связь, почта. Без этого трудно представить современное общество. В последние десятилетия к ним добавился и интернет. IT-технологии не стоят на месте. Чувашия уже не первый год занимает лидирующие позиции в этой сфере среди субъектов России. Республика как пилотный регион внедряла электронное правительство. В Чувашии представлено около 200 СМИ, активно развивается телевидение и интернет. Информационным вещанием охвачено всё население. Появляются новые провайдеры, появляются новые сотовые операторы, появляются новые организации, которые оказывают эти услуги населению. Качество, цена, самые определяющие сегодня моменты, которых выбирает сегодня каждый житель республики. Самыми актуальными вопросами сегодня стали привлечение инвестиций, создание новых производств в IT-сфере, увеличение кадрового потенциала. Эту работу невозможно вести без поддержки профильного министерства, считают участники круглого стола. Важным шагом стало создание Ассоциации информационной технологии в Чувашской республике. Появился такой интересный формат взаимодействия между бизнесом и властью в формате именно работы в общественных организациях. В Чувашии действительно интересно работать. Интересно работать с людьми, прежде всего, которые делают интересные проекты, достигая действительно интересных результатов. Профессионалы своего дела сегодня наградили почетными грамотами и благодарностями. В их числе главный специалист по рекламе нашей компании Елена Короткова, долгое время работающая в теле радиоувещания. Татьяна Леонтьева, Алена Латухова, Андрей Спиридонов, Республика. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин